Одним из важных вопросов стало учреждение новой региональной награды. Речь идет о медали за медицинскую доблесть имени хирурга Николая Орлова. Ей будут награждать медицинских работников за исполнение профессиональных обязанностей с риском для жизни. Этот законопроект – результат совместной работы сразу четырех фракций. Учреждая награду, мы старались не только отметить особые заслуги медицинских работников в таких непростых условиях, но и вековечить память нашего земляка Николая Алексеевича Орлова. Важно, чтобы данная награда имела свою региональную специфику, была узнаваема. Большинством голосов депутаты поддержали инициативу об учреждении медали, а также приняли постановление рекомендовать областной администрации в течение полугода после принятия закона провести организационную работу по изготовлению медали и награждению медиков. К делу увековечивания памяти хирурга Орлова присоединилась и Молодежная дума. Ее члены взяли шефство над могилой врача на князь Владимирском кладбище и планируют ее восстановить. Мы уже нашли людей, которые готовы нам помочь. Помощь нам будет оказывать и Сергей Геннадьевич Бородин. И согласились сегодня на заседании законодательного собрания оказать помощь наши уважаемые депутаты. Планируем реализацию этого проекта в апреле месяце. Все подробные отчеты, фото, видео мы будем размещать на наших страницах в социальных сетях. Приняли депутаты ряд вопросов в социальной сфере. Так, с 1 января все социальные выплаты в регионе увеличатся на 4%. А до 1 марта не нужно подавать новые документы на получение выплат на детей. Еще один законопроект коснулся многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей-инвалидов. Согласно законопроекту, таким семьям будут предоставлять бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Одно из условий получения земельных участков – проживание на территории региона более трех лет. При этом выделять земельные участки будут всем семьям, вне зависимости от финансового положения или обеспеченности жильем. Дело в том, что одним из критериев получения земельного участка был критерий нуждаемости. Хотя мы прекрасно понимаем, что даже если семья формально владеет квартирой, владеет какими-то объектами недвижимости, то доход соответствует чуть выше, чем уровень отсечки. Но это совершенно не означает, что бесплатный земельный участок будет для такой семьи лишний. Еще один вопрос коснулся острой темы безнадзорных животных. Этот законопроект уже был принят в первом чтении в конце ноября. К нему внесено 9 поправок. Согласно проекту, муниципальные власти могут осуществлять отлов безнадзорных животных, их передачу в приюты, содержание, возвращение прежним хозяевам или поиск новых, чипирование и выпуск на улице. Обмечу, что предусматриваются лишь исключительные случаи, когда животные проявляют определенную немотивированную агрессивность. Они могут быть не должны выпускаться. И в этом случае, конечно же, они должны содержаться в приютах. Для осуществления всех этих полномочий муниципалитетам планируется увеличить субсидии, а в будущем создать сеть муниципальных приютов для безнадзорных животных. А в завершении заседания депутаты поддержали своего коллегу Александра Нефедова. Он обратился к губернатору Владимиру Сипягину с просьбой найти в региональном бюджете деньги на строительство северного объезда города Александрово. Проект этой дороги уже разработан, однако в проекте областного бюджета на следующий год средства на него не предусмотрены. Депутат подчеркивает, такая дорога позволит увести транспортный поток из центра города, улучшить транспортную и экологическую ситуацию в городе.